Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Компьютер от Гродинска Аблывыконкама передал директору гимназии номер один Алене Севастьян, наместник старшини Гродинска Аблывыконкама Виктор Лискович, а старшиня районного выканавча комитета Адам Ковалька уручил документ камеру. Зайшел Михаил Владимирович и в учебные кабинеты, где после первого звонка проходили уроки «На тебе наша молодь надея». Для первоклассников чудовным подарунком стали книги «Беларусь наша родима», які маленьким островчанам уручили шановные гости. Безусловно, гимназия мне понравилась. Понравилась она не только уютными, просторными, светлыми, классными комнатами, но и вот таким энтузиазмом, такой креативностью преподавателей. И директор, и преподаватели, они, безусловно, заряжены вот так вот, значит, на хорошее, на созидание. И они действительно заботятся о детках для того, чтобы это были, выросли из них настоящие граждане нашей страны. Ну, а я хотел бы сказать, что у них очень хорошие условия для занятия физической культурой и спортом, организации питания. Шмат питаний задали члены Президиума Совета Республики Национального Сходу и у информационным центры Беларуська АЭС, где им подробязно рассказали про першую Беларуську АЭС, якая узводится в Островецком районе. Доброе уражение покинуло наведывание пионерной базы по будовництву вытворчай базы АЭС и города Островец, жилые забудовы першого и другого микрорайону. Мы сегодня рассматриваем в Островце на выездном заседании Президиума Совета Республики вопросы социально-экономического развития региона, потому что район быстро растущий. Понятно, это связано со строительством Белорусской атомной станции. Сюда приезжает много строителей, в которых нуждается непосредственно сам объект. Ну и, естественно, должны думать и не только над организацией условий жизни и работы строителей, а в дальнейшем эксплуатационного персонала Белорусской атомной станции, но и членов семей, которые не будут связаны с трудовыми отношениями со строительством или дальнейшей эксплуатацией. И вот в этом плане, безусловно, вопросы рабочих мест, дополнительных новых рабочих мест для членов семей, которые не связаны с трудовыми отношениями с атомной станцией. И вопросы организации досуга этих людей, да и самих строителей, эксплуатационников. Безусловно, задача очень большая и сложная, я бы сказал. И Совет Республики, как орган территориального представительства, мы обязаны смотреть вместе с областным, с районным советом, как решаются, насколько успешно решаются эти вопросы. Когда начиналось строительство атомной станции, были разные точки зрения. Одна из них касалась того, чтобы, может быть, построить город для энергетиков, отдельный, как говорят, Гринфилд в чистом поле, и таким образом сконцентрировать внимание. Но президентам было принято предложение, чтобы строительство осуществлялось непосредственно в островце. Этим решены многие вопросы. Вопросы, безусловно, того, что этот районный центр развивается. Значит, строится новое жилье, объекты торговли, досуга людей. То есть город, даже не те люди, которые связаны с атомной, они уже получают некое новое, интересное. Значит, и времяпровождение, и, безусловно, условия жизни. И таким образом, мне кажется, что решаются комплексно все эти задачи, которые стоят перед региональными властями и, безусловно, перед руководством Белорусской атомной станции. Угады жденья островцы пройшло посяджение президума Совета Республики, подчас якого обмерковывалась работа органов мясцового керования и само керования по социально-экономичному развитию островецкого района.